Русский язык Моя школа била открита в 1992 году. У нее есть два учебных центра. Един в Санкт-Петербурге, другой в Москве. Не удалось побивать в обоих. И о них я вам расскажу. Дружественная атмосфера в школе, постоянное общение между студентами, особенный подход учителей к каждому студенту. Все это открывает для меня мир современного русского языка. Привет! Привет! Как дела? Санкт-Петербург. Удивительный город. Наша школа находится в самом центре, поэтому каждое утро по дороге на учебу я не перестаю восхищаться красотой и уникальность этого города. Санкт-Петербург. Удивительный город. Наша школа занимает целый этаж здания, где все есть для настоящего. На мой взгляд, мы отличаемся от других языковых центров, потому что мы имеем международные аккредитации. К нам регулярно приезжают независимые международные эксперты, которые проверяют качество нашего обучения и качество нашей организации. Оба наших центра являются членами ЯЛК, это Международная ассоциация лингвистических центров, а наша питерская школа еще является членом ИКОЛС. Это очень важно для наших партнеров и наших агентств, потому что именно поэтому они нам доверяют. В школе в Петербурге сейчас учатся 80 студентов. Каждая из них творчески интересный человек. Здесь мы знакомим друг с другом, с русским языком и этим необыкновенным городом. В прошлом году я учился в другом филиале школы, в городе Москва. Это динамичный столичный город со своей особенной жизнью. Наш учебный центр в Москве располагается в центральном районе города на первом этаже одного издания МИДа. В деловой среде изучат русский язык становиться необыкновенно просто. Именно здесь зараждаются плади и будущих дел. Студенты школы Это люди из разных стран с разными целями и приоритетами. Школа объединяет целеустремленных и творческих личностей. У каждого свои причины изучат русский язык, поэтому общение между нами раскрывает новые возможности. Меня зовут Алан. Я из Франции и я изучаю русский язык, потому что сначала мне нравится. И дальше у меня есть коллеги, и они русские, поэтому я хотел бы общаться с ними на русском языке. Меня зовут Томас. Я голодный. Я изучаю русский язык, потому что я хочу работать в России. Привет. Меня зовут Якуб. Я приехал из Чехии, чтобы учиться русский в Лидиндинске. Меня зовут Микола. Я живу в Италии. И я приехала в Москву, чтобы изучать русский язык, потому что русский язык мне очень нравится. Мне очень нравится звук русского языка. И я изучаю в университете в Милане русский язык и русскую культуру. Привет. Меня зовут Рихард. Я из Австрии. Я изучаю русский язык для хобби. Меня зовут Андрей. Я приехал из Австрии. Я изучаю русский язык для бизнеса. Мне очень нравится школа Лидиндинс и город Москва. Я могу отметить то, что наши студенты очень быстро начинают говорить по-русски. И то, что они получают от этого удовольствие. А это самое главное, когда у людей получается то, что им нравится. Мне очень нравятся наши учителя. Они каждый день вдохновляют студентов на изучение русского языка и русской культуры. Добрый день. Меня зовут Нина Рышкина. Я работаю в этой школе уже много лет. Наши преподаватели – это люди очень творческие. И, пожалуй, это самое главное, что отличает нас от классических учебных заведений, работающих в России и в Санкт-Петербурге. Я пытаюсь в своих студентах развить интерес к языку не заучиванием определенных правил, а пониманием структуры языка и получением удовольствия от богатства русского языка. Каждый студент сам выбирает для себя условия жизни. Я живу в центре Петербурга в гостеприимной русской семье. О, Ясень, привет, проходи. Пойдем на кухню, чай или кофе попьешь. Расскажешь, как дела. Проходи, садимся. В Москве я с възможности жить и в семьях, и в гастиницах, но я жив вместе с другими студентами в студенческих квартирах. И именно так вы сможете говорить на русском после занятий в школе Лиден-энд-энс. Мы приглашаем вас в наши лингвистические центры в Москве и Санкт-Петербурге. Преподаватели наших центров и администрация заботятся не только о процессе обучения, а создают особую атмосферу поддержки и тепла, в которой наши студенты чувствуют себя почти как дома. Я уверена, что, приехав в наши центры однажды, познакомившись с русской культурой, прекрасными городами Санкт-Петербургом и Москвой, вы захотите вернуться сюда еще не раз. Субтитры подогнал «Симон»